Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школы номер 16 – не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7, затем 12 и может быть 13 школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам на встречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет и мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки, зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.